Привет, ребят! В некоторых фэнтезийных играх часто встречаются такие персонажи, как орки. Человекоподобные существа, имеющие, как правило, зеленую кожу, наделенные недюжиной силой, но имеющие, как правило, низкий интеллект. В этом выпуске я расскажу вам, кто они такие, и покажу, как их изображают в различных играх. Поехали! Первое упоминание орков появилось аж в 17 веке, когда в своей книге «Сказка сказок или забава для малых ребят» всемирно известный сказочник и поэт Джамбатиста Пазеле впервые упомянул это существо. Вот цитата. «И пришел к подножью гор, до таких высоких, что с облаками в чехарду играли, кто кого выше. И тут, на корнях тополя, близ устью пещеры, вырубленной в скале, сидел орк. И матушка моя, какой же он был страшный!» Однако эти существа тогда никого не впечатлили и про них забыли. До тех пор, пока в 50-х годах 20 века про них не написал Джон Толкин в своем романе «Властелин колец». С тех пор орки стали неотъемлемой частью книг, игр и фильмов в жанре фэнтези. В этом ролике мы поговорим о орках в игровой индустрии. Лично я впервые познакомился с орками в игре Warcraft 3. Сначала, играя в первой кампании за Альянс, вы противостоите оркам, а в третьей кампании вам предоставляется возможность поиграть ими. Орки из вселенной Blizzard часто становились главными антигероями, то по причине своей воинственности, то из-за демонических чар. Однако, никто не усомнится в том, что их лидер Тралл, пожалуй, самый популярный персонаж в мире игры. Воспитанный людьми, он сумел сначала объединить всех представителей расы, а затем возглавить Орду. Тралл избавил народ от демонического влияния и наладил мир с Альянсом, чего до него не удавалось никому. Орки в Warcraft, несмотря на врожденную воинственность, никакие не варвары. Они ведут мирный образ жизни, охотятся, занимаются кузнечным ремеслом, чтят духов и предков. Орки привыкли жить в гармонии с природой. Тот же Азерот они понимают лучше, чем большинство остальных народов. Орки в Warcraft живут племенами и следуют многовековым традициям. Самый известный пример – поединок чести Макгора. Однако к древнему ритуалу прибегает только по важному случаю, поскольку он оканчивается смертью одного из двух участников. Орки вселенной Готика. Орки в серии игр Готика выступают захватчиками и антагонистами серии игр. У них имеется социальная иерархия. Самые слабые орки – это орки-разведчики, вооруженные легким оружием. Самый многочисленный вид орков – орки-воины, которые вооружены различными видами топоров. Самые крутые и сильные – это элитные орки, закованные в мощные доспехи и вооруженные мечами. Есть и орки-шаманы, только они могут владеть магией. Обществом орков обычно руководит верховный шаман, который также обучает новых шаманов. Орки настолько сильны, что все оружие носят в одной руке, даже огромные топоры-мечи. Однако человек может носить их оружие только двумя руками. Все орки поклоняются Белиару – богу тьмы и зла. Если быть точнее, то Белиару поклоняются только южные орки. Это орки из первых двух частей. В Готике-3 появляются северные орки, которые поклоняются Аданасу – богу равновесия. Стоит также учесть, что орки в первых двух частях являются зверорасой. То есть животные к ним относятся нейтрально или даже дружески, как в арке. В третьей же Готике орки – это самая могущественная раса, которая не живет в гармонии с природой, хотя поклоняется Аданасу. Она вырубает лес с помощью людей-рабов, убивает животных. Несмотря на, казалось бы, варварские нравы, у орков есть свои представления о чести. Например, они уважают гладиаторов и хороших воинов, даже если они люди. И не уважают слабых. Проходя мимо орков, можно часто услышать «будь сильным» – это главное. Они презирают наемников-орков, предавших свой собственный народ. Орки в Вархаммер 40 тысяч. Эти орки мне нравятся больше всех. Особенно крутые их боссы. Орки тупы, жестокие и обожают драться. Чем больше какой-нибудь орк побеждает, и чем он амбициознее, тем крупнее и сильнее он становится. Постепенно превращается в варбоса – лидера клана. Продолжая одерживать победы, он объединяет под своим руководством других варбосов, или же убивает их. Самой забавной чертой орков является их генетика. У каждого зеленокожего присутствуют две генные спирали. Первая напоминает человеческую. Вторая же спираль – это спираль грибов и примитивных водорослей. Благодаря этому оркам не нужны женщины, и размножение у них идет спорами, из-за чего невозможно полностью очистить от зеленой напасти ни одну планету, до которой та добралась. Рано или поздно, разбитые на голову и уничтоженные, едва ли не до последнего бойца, орки вновь выберутся из укрытий, чтобы напомнить о себе и устроить ужасающую резню. При этом в плане убийств они толерантны. В смысле режут всех, кто попадется под руку. Орки перемещаются сквозь бездны космического пространства при помощи космических скитальцев. Громадных, зачастую спаянных между собой кусков космических кораблей, которые время от времени появляются в реальном космосе, чтобы затем уйти в варп и вынырнуть уже в другом месте. Кое-как приводя свои корабли в порядок, орки ждут попадания в новую звездную систему, после чего десантируются на все пригодные для проживания планеты и либо героически дохнут, либо убивают всех защитников. Орки из серии игр The Elder Scrolls Арсимеры — народ, который прижился на всей территории Тамриэля. Хотя их родина — это Арсимер, который простирается от Тортгариана до хребта Драконьего Хвоста. А их крепости можно найти почти в каждой провинции. Это великие воины и прекрасные кузнецы. Они отважные и храбрые. За это многие удостоились чести служить в Императорском легионе. Многие источники указывают на то, что орки являются зверо-людьми. В далеком прошлом их боялись. Но Арсимеры добились уважения по всему Тамриэлю. Одни историки связывают их с гоблинами и ограми, указывая на низкий интеллект и грубую физическую силу. Но другие ученые считают, что зеленокожие крепыши — это ответвление эльфийской расы. Орки выглядят очень брутально. Крепкие и физически выносливые. У них зеленая кожа и выпирающие клыки. Из-за своей внешности они очень долгое время были изгоями. Но предрассудки рассеялись, когда Арсимеры доказали свою преданность и мастерство ведения войны. Народ привык сражаться. Магической силы в них не так много, но боевой дури хоть отбавляй. Впадая в ярость берсерка, орк повышает свои навыки. А врожденные сопротивления магии идеально подходят для сражения с магами. Их стихии — это двуручное оружие. К нему они испытывают особую предрасположенность. Несмотря на свою внешность, орки очень благородные. Они во всем Тамриэле считаются лучшими воинами и кузнецами. В битвах проявляют непоколебимое мужество и преданность. Орк никогда не предаст того, на кого он работает. Но опасения других рас обоснованы. В бою они проявляют себя на все 200%. И во всем Тамриэле их, скорее всего, побаиваются, чем восхищаются. Орки из игры «Средиземье. Тень войны». В «Средиземье. Тени войны» вся игровая механика построена на подчинении и убийстве орков. Поэтому разработчики постарались, чтобы ваши противники были как можно разнообразнее. В «Средиземье. Тени войны» орки будут принадлежать к различным племенам, которые распространяют свое влияние по всему Мордору. Все они подчиняются правителям крепостей. Итак, вот какие племена. Племя Ужаса. Племя Ужаса – это мастера пыток и устрашения. Они наводят страх на весь Мордор и получают удовольствие от крови, боли и убийств. Орки этого племени знамениты умением изощренно пытать пленных, и одно лишь упоминание о них внушает страх в сердца врагов. Племя Мародеров. Племя Мародеров – любители наживы и выпивки. Представители этого племени почитают пойло, веселье и различные трофеи убитых врагов. Племя Тьмы. Племя Тьмы – это профессиональные убийцы, всегда наносящие удары с подтишка. Рожденные во тьме, они предпочитают действовать скрытно. Для этого темные орки расставляют капканы, наносят смертоносные удары со спины и даже могут перемещаться, когда видят, что силы не равны. Племя Дикарей. Племя Дикарей – охотники, живущие в мире с самыми жуткими тварями Мордора. Представители этого племени почитают старших монстров Мордора и питаются силой этих существ. Одичавшие орки могут жить среди Граугов, Карагоров, Дрейков и прочих монстров. Свою одежду и доспехи они украшают звериными трофеями, доставшимися им после удачной охоты. Племя Мясорубки. Племя Мясорубки – это механики и кузнецы, создавшие жуткую крепость, прозванную Мясорубкой. Это племя убеждено, что Мордор стоит на пороге новой эры, опирающейся на технологические достижения и индустриализацию. Продолжение следует...